здравствуйте друзья снова с новым 2023 годом мы снова вместе красный хутор шушенский район это обделение на хотели угробить мог пусть мерзнет на улице минус 26 2 января вот прекрасная погода енисей уже полностью выстрел перестал парить видите помните те фильмы значит о чем мы будем говорить мы будем говорить о хорошем плохом немножко веселого чтобы не это не так грустно было вот но этот разговор назрел почему в начале прям была я неделю назад потерял сознание когда я потом пришел себя через несколько часов только померил температура до давления 70 на 50 я понял пора исповедоваться исповедоваться перед вами вот я не хожу церковь исповедоваться потому что для меня священники они такие же люди как мы вот наверное польза от них есть наверное человек очистив душу будет лучше жить больше работать осознает себя но мне пора уже учитывая звонок что я падал терял сознание пора уже отчитываться перед богом и перед вами и так насчет бога богоискательские у меня были фильмы статьи вы знаете насколько все серьезно если только не верить видеть дебильной теории дарвина и прочих атеистов вот давайте так раз то исповедь давайте что-нибудь веселого начнем интересного но исповедь и так начнем с того что заработал репутацию абсолютно честного человека можно считать об этом умысел что это же те же те же это репутация это те же самые деньги когда тебе доверяют а вот это здорово но признаюсь каюсь у меня было пару случаев обмана вот признаюсь в первом бытовом случае вот когда я обманул предпринимателя учитывая то что сейчас послушайте это упадете от смеха и так именно с этого начал чтобы потом вам интереснее было дальше слушать о грустных и веселых историях и так приезжает предприниматель это первые годы я занимаюсь садоводством уже перестройка появились на вариши они еще не ездили скупать виллы в ницце на лазурный берег нет они взяли земли ствозе красояска прямо там же и строились вот и хотели иметь фруктовые сады уже знали что да все что мы покупаем отрава зарубежные поставки и вот ко мне кто только не приезжал генерал и депутаты судей эти самые крупные чиновники это первый сейчас их нет и в помине они все уже там но они может быть тут но их дети их виллы уже там но был такой период он всем интересен знакомство мое с этим новым миром вот вот как например отвлекусь приезжает человек представляется себя судьей вот значит рядом с ним вместе с ним приезжает его как бы сотрудница тоже саженцы нужны и она где-то в сторонке пока он отвлекся шепнула мне знаете что может быть даже с глубоким сус а вы знаете кто это такой я говорю нет фамилию называет я говорю не знаю как это тот самый судья который посадил трех мэров городов вот конечно его зауважал но у меня цена была тогда одна на всех любой саженец привиты неподвоенный привиты 300 рублей . вот естественно по 300 рублей я им и продал вот я не гнулся и мужик нормальный оказался следующий был это первые мои покупатели крупничок так сказать косячок пошел вот туда ребята послушайте сюда приезжает маленький-маленький толстенький человек но дело-то ладно но рядом с ним девушка красавица где-то под два метра на две головы выше его вот одета хорошо невероятная внешность вот ну с подиума прямо такое ощущение что до с подиума сдернул и ко мне что меня поразило в ней и в нем вначале про ее а слушай а может несколько серий получится таких минут по 20 жизнь от длинная прошла интересно вот значит она и делать нечего она не садовод она пошла по саду и начала жрать у меня такое впечатление что она перед этим неделю не ела ну видимо скорее всего и правду подиумом конечно фигуру надо держать но много ли растолтеешь от сладчайших груш от абрикосов от вишен и она не ела нет она жрала 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 все эти два часа что мы провели в саду вот а с ним было еще интереснее я познакомился с этим миром торгашей настоящих которых я до сих пор презираю вот у меня саженец это полит потом это позади огромная работа это вы знаете какой процент выживаемости у моих саженцев наверно под 90 наверное это рекорд даже не российский мировой вот настолько они прекрасно позади поездки нервы все бессонная ночи полито потом уже до этого уже 20 лет поливал потом сад и вот я добился гигантского успеха вот они вот и он это и вот его подруга жрет может дочка вот жрет жрет же вот это есть и мы пошли выбирать саженцы вот подходим саженцы что это мелба для меня это чудо ему ничего не говорит сколько стоит саженец вот а я единственное такое писали на планете который угощает а потом только продает это такое чудо это такая немыслимая немыслимость в нашей современной россии не только в россии чтобы начали угостить а потом веточка с этого же дерева была отрезана привита и вот он саженец точно стопроцентная копия то что мы называем клоны я говорю 300 рублей стоит а он говорит нет что давайте за 270 я как по щечину получил но виду не подаю а я когда-то рассказывал на лет 10 прошло извините от от вас и редко кто вспомнит я не подаю виду веру конечно конечно самое интересное потом я выкапываем саженец они в горшках красота красавцы тогда это было цены другие одни цены а деньги были например как сейчас две бутылки водки вот следующий подходе а это что а это жигулевская это царь 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 это называю король сада вот сколько стоит вы думаете я сказал 300 я первый раз жизни обманул все это не в россии нет тогда меня мало знали в россии все весь сайоногорска мне же очередь бывало за саженцами осенью начинал тут же угощил тут же продавал а весной это уже ничего нет вот кто успел тот об не опоздал вот и сейчас весь анагорс знал что у меня 300 рублей и привитые абрикосы мой друг продал по 150 вот привитые другой мой друг подавал по 1500 но у него не брали он-то знал им цену но людям было плевать на то что он продает шаревры фамилии не называю когда-то называл вот это более две крайности не привитая 150 привитые 1500 а я по 300 а мне надо свою нишу завоевать я завоевывал я впервые в жизни обманул человека я сказал не 300 330 вот что вы думаете что он не ответил правильно тут уже ясно мы все где-то в душе торгаши и кто веники продает для бани кто чем ну мы же торгаши он говорит а может за 300 я говорю конечно можно уже пожалуйста вечер это продал за 300 вот следующий момент подходим к абрикосу но абрикос уже отошли но я показываю это плоды пальцами размером так вниз кулак ну ну вы понимаете что такое 10 штук килограмм вот килограмм это 10 штук сколько я в 350 а может за 320 спрашивает он я говорю можно еще двадцатник я лишь не заработал вот поселение с другими через это самое когда торг закончился он уехал счастливый цену мне позбивал но я потом посчитал у меня вышло я продолжал это у меня вышел все в среднем продал по 400 рублей вот это мой первый обман мне почему-то кажется что я себя своему знакомому который уважаю безмерно священнику на исповеди расскажу эту историю он меня не станет даже он посмеется но не станет меня это говорить грешен давай это самое разве можно было обманывать 300 значит 300 вот ладно это история за номером 1 теперь история за номером 2 значит тут я конечно я я пытался ради исповеди а потом вспомнил сколько в жизни приходилось обманывать вспомнил вот эти два случая второй случай я контрабандист настоящий страна распалась до этого я спокойно возил черенки советское время с это северсонской области в сайоногорск вот а когда появилась таможня я стал контрабандистом я также нарезал эти самые веник черенков разных я про это отдавал их приплачивал проводницы мы с ней становились контрабандистами эти самые мы подпадали под уголовный кодекс теперь-то оказывается санитарный надзор на черенки нужно сертификаты ой-ой-ой страна распалась и теперь они стали опасными эти членки для россии он они сейчас если повернуться то там мой хутор ой там мы 200 метров отсюда мой сад вон они контрабандные вот что я сделал я опять превратил в шутку в очередной статье крупная сибирской газете фазенда я рассказал эту историю как я провозил как прятал от таможенников вот и внизу приписка прошу эту историю считать с контрабандой черенков считать явкость повинны ну естественно я не ждала что придут ко мне эту самую составлять протокол раз я признался дальше должна поступить действие ука уголовный кодекс нет конечно я знал что ничего не будет в это время воровали уже заводами фабриками воровали вот много чего было вот эти две истории рассказал в качестве как сказать человека который по ту сторону закона вот так вот ну что еще посмотрите на воде видно нет утки плывут до сих пор не было 40 градусов морозов самая низкая по округе опускалась еще мало где-то под 40 а вот здесь 32 ночью 35 это пару дней снова тепло опять до 30 вон они утки для меня это сигнал не улетели они откуда знают что сорок раз их порозов не будет осталось это проверить вот вот такие истории у меня их десятки мне бы хотелось чтобы мир стал лучше я свое время это исповедь началась нет она началась покаянием что я обманул предпринимателя заработал на нем лишнюю тысячу рублей или там 500 уже не помню вот обманул да обманул какой был обман жуткий вот ну и чему это смотрите когда-то я был маленьким ребенком 8 лет я тяжело заболел до этого я книг не читал хотя научился читать еще до школа это потом я учебники перечитывал родители давали деньги я покупал учебники вот и до 1 сентября прочитывал многие из них историю биологию астрономию прочитывал химию физику само собой для меня это настольные книги вот что еще а любил эти задачи повышенной сложности вот еще какие-то книги читал школьные вот а тут самая ценная книга я прочитал когда было восемь лет я тяжело болел вот мне принесли книгу называется сказки эти корейские сказки называлась стране утренней свежести на всю жизнь запомнил я прочел тысячи книг большинство не вспомнил а эту помню в стране утренней свежести и там был рассказ как я формировался как личность знаете какой рассказ сам рассказ о том что какой я про мальчика моего возраста вот он был ему тоже по моему было восемь лет корейский мальчик вот целыми днями его заставляли работать били а ночами он сделал такую вещь ему каким-то чудом попала в руки книга он хотел научиться читать вот он приходил то ли в лес то ли на берег реки что-то припоминаю на берег реки вот и он ловил светлячков вот каким-то образом приклеивающих палочки когда их было много они светились и он при свете этих светлячков читал изучал книгу типа учеба типа азбуки вот я чуть не плакал господи у меня у меня 8 лет у меня фонарик есть вот я бы ему подарил но как ему подарю мне не вкладывать голове что это написано было сто лет назад это эта история была написана корейским этим писателем я аж плакал вот я больной ребенок но благополучной семьи тогда мы жили очень скромно летом в этих самых я ходил босиком я бы уже забыл об этом но мне постоянно эти пчелы кусали в эту самую как больно когда наступаешь на пчелу ужас это было зимой маленькие кирзовые сапоги и это было мы не считали что мы нищие мы просто скромно жили вот вот это было мое воспитание школьный двор вот рядом со школой пруд в нем черепахи жили я эту историю рассказывал еще расскажу как формировалось мое сознание моя любовь к животным вот к растениям как она формировалась школьный двор мы почему на глазах у всех детей до сих пор содрога не вспоминаю стоим кругом это в центре директор школы и завхоз или кто там или сторож они убивают черепаху они тонкую длинную спицу или там проволоку втыкают ей под это под панцирь убивали долго 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 мы стояли вокруг я плакал в задних рядах кто прятался те громко кричали убийцы и прятались за других это был наш этот менталитет детский вот представляете это самое я могу долго говорить и буду говорить я сразу вспомнил сталинские времена и уже это были уже не сталинские времена я был маленький ну повязка траурная с которой мне было три года или странная повязка ходили мои родители она потом долго лежала валялась где-то черная повязка вот это было вот такие времена мы жили а потом вспомните этот самый лучший самый ценный для меня герлаш детская детская фильмы самый ценный был такой кто-то взял из ребят во дворе я куча детей он берет там что-то изобретал изобретал и там будка стояла телефонная и вдруг в этой будке появляется сталин с трубкой вот все дети ошалели ну то есть умудрился в машину времени сочинить подросток изобретатель талантливый вот выходит из будки стали весь двор все дети ошарашены никогда не видели они ничего не знают время современная советская вот тишина гробовая сталин стоит смотрит на них и вдруг кто-то из детей взял вспоминаем это уж не секрет вдруг взял зааплодировал вот спасибо товарищ сталин за наше счастливое детство второй за 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 аплодировал 3 за аплодировал и весь двор аплодирует спасибо товарищ за наше счастливое детство начинается скандирование но потом стали на 5 расставил ну то есть кончилось время передачи как бы временной без временной вот и кто-то погрозил этому самому из мальчишек кто видимо по начитании погрозил кулаком так чеку парню который вызвал этот дух сталина и сказал ты бы еще берию вызвал вот вот такие истории вот это менталитет нас людей сожалению уже и это не тот менталитет рассказывать страшные истории я попробую через одну хорошую страшную хорошую страшную для меня страшной истории нет наверно с хорошая надо сказать для нас хорошая на речами мы на речами вот я до сих пор еще пусть уже не часто хожу клуб моржей и клуб моржей ходит тоже на речами вот он уже как бы не просто старый он слишком старый он же не купается но он уже как бы его его как бы это привычка прийти посидеть чаю попить и каждый раз когда он видит меня и говорит константинович а он уже немножко не то что заговаривается но забывает о чем говорит что и каждый раз он говорит одно и то же но уже не помнит что одно и то же константинович ты помнишь мы в норильске жили вот и помнишь как мы в аэропортах сидели сутками неделями ты помнишь как когда-то кому-то из нас вдруг возвращался без копейки денег и не было денег там на хлеб долго ну там нелетная погода и даже на авиабилет он ходился а все ж наречане он ходил и говорил давайте скиньтесь мне я потом вам деньги верну и мы скидывались а он говорит да я машу да конечно я сам скидывался я сам доверял и я давал деньги и мне возвращали деньги это был особый случай это особый город это особая атмосфера это было мы гордились этим поэтому никогда не придавали не обманывали друг друга а потом уже в наше время этого как случилось сейчас наверно этого нет мне потом говорит там уже много мягко говоря ну назовем еще слов не русских вот а туда пришла это же самое ну где много денег там много торгашей торговцев всего этого много всего плохого хорошего и пьянство и наркотики у нас когда-то это было по минимуму мол все это сейчас город не узнать я согласен а мы сидим старики и вспоминаем это время и я подумал так а чем она отличается от других времен вот то счастливое 70 80-е годы мы получали зарплату в среднем два раза больше всех но мы тратили больше эти же поездки да не бесплатно самолет и прочее вот мы тратили много но как-то жили и вот оказывается видимо есть такая граница одна из них граница это когда между нами и богатыми для меня люди богатые ассоциируются сволочь со словами сволочь извините это исповедь моя сволочь дерьмо почему я их еще называю свиньями почему потому что захапа большую часть национального достояния они не просто ограбили страну что мы стали чуть хуже жить там вместо масла как мы говорили часто никто не пользуется комбежиром а мы же когда-то вместо масла комбежир мазали вспоминаем мы мазали этот самый как еще по-другому назывался сейчас скажу маргарин мазали то есть у нас бутерброды были не с маслом с маргарином но мы не считали себя нищими вот но каждый украв по миллиарду по два по три я не оговорился украв почему потому что в это время погибали люди не получив медицинской помощи я сам участник этого мне приходилось давать сотни тысяч рублей помочь людям потому что шанса в ноль операцию плановую жди и умирай от рака операция перелом что мы это самое шейки бедра страшнейшая жди квоту и умирай и прямом смысле умирай с отломанной ногой заметьте не со сломанной с отломанной ногой вот диагностика во время 4 степени рака и могилы 4 степени рака могилы вот вы понимаете как это все эти как называется когда у нас вроде бы лечат не лечат а исследуют как то диспансер от чушь собачья сейчас рассказывать что в больнице творится это страшно пока карманы не вывернут никому-то на хрен не нужен вот почему я ненавижу этих свиней вот если бы они хотя бы всей страной бы их презирали они уже не были бы такими вот за мешок картошки тюрьма этим депутаты и вот с одной стороны но это ладно это мы все привыкли мы знаем тут наверное мы ничего изменить не можем вот потому что все закуплено все продано я другой есть граница между уже просто скромной жизни и бедностью и вот тут уже когда настоящая бедность тут уже когда человеку ребенка кормить нечем когда одеть нечего когда на новый год кроме бутылки самогонки ничего нет и много 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 чего еще люди теряют вот устроился человек я сюда вот он должен моросить голову тысячам людей тысячи людей я хочу вас саженцы купить да конечно покупайте они у вас хороших а у вас плодонос все все вранье чистое стопроцентно сада нет саженцы как у этого кролики из этого появляются из ничего буквально как у фокусников обман купят тысячи мертвых тысячи десять тысячи в последние деньги люди отдают у людей есть стремление жить в райском саду она в генах сидит люди хотят саду в настоящем жить а и мертвые саженцы уже приходят мертвые но дело в том что кто-то из тех кто продает там целая большая организация они все в этом участвуют десятки сотни человек самое страшное я бы помните мою шутку я бы это бесплатное молоко бы за вредность давал это шутка конечно как на вредном производстве именно тем кто сдержит связь с обманутыми покупателями вы представляете каково им а кушать хочется а другой работы нет и везде все вот так вот замкнулась это один пример из тысяч с любого метра просроченные продукты это самое это дошли вам рассказывать а вы мне еще больше расскажите и и вот я начал задавать себе вопросы что же это творится вот почему сейчас мы убиваем друг друга а давайте вспоминать историю и так даже не просто уже плохо живем а уже пошла в открытую брат на брата давай вспоминать прошлое немного ну например так поживите в монголии чингисхан национальный герой монгольского народа гордость монгольского народа вот а для меня нормального человека сотни сожженных городов весь труд сотни тысячи тысячи сотен трупов вытоптанные поля сожженные города сады леса все море крови и национальный герой а у нас вот именно так в истории преподают как я сейчас сказал море крови и палач народов нет и наполеон у нас такой я уже не беру своих этих с отечественников вот до сих пор на хуй про свои не буду я наполеон жег москву при нем москва сгорела вот открываешь учебник выдавишься полководец поставить если бы с детства детям ну шали где-ка начинается где кончается добро и начинается зло и наоборот вот тогда может быть мы жили бы по-другому вот только тогда и вот потом сейчас наверное я на этом закончу устали устали не будете слушать вторую историю а я хочу чтобы послушали потому что у меня есть примеры героизма вот рядом со мной вокруг меня из телевидения то есть нужен такого который и не замечаем даже и примеры страшная равнодушие которые переходят жестокой болезни вот надо ли это говорить я не знаю я еще подумаю просто наболела когда мне осталось как я понял звонок прозвенел все это на ровном месте вот так вот раз и это самое и долго находится между жизнью смерти стоит ли это продолжать я не знаю вот но то что я уже сказал вот я сказал это моя исповедь мне мне деваться некуда дело в том что еще несколько слов и мне деваться некуда у меня никогда у меня были кумиры а когда я подрослел я узнал что мой кумир я же тоже думал когда-то я стану этим может военным я же поступал в военное училище вот было дело было вот я бы мог стать военачальником я узнаю суворов такой герой герой его талант был так воспринят что он считается палачом польского народа а я родился в польше я польский украинец я украинский поляк у меня кровь польши немецкая кровь украинская половина правда российская то есть я меня менталитет русского россиянина но для поляков наш кумир наш герой самый настоящий палач вот и как после этого относиться и этого кумира не стало еще многих кумирах не стало ах прекрасный поэт и тут же великолепный балидон